В Тверской области особое внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения, а также укреплению семейных ценностей. В региональном правительстве состоялось заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию. Участники мероприятия обсудили сохранение и укрепление патриотических и семейных традиций, поддержку будущих мам, семей Верхневолжья, участников специальной военной операции. Тему продолжит Наталья Чекет. В 2024 год объявлен президентом Годом Семьи. Как отметил губернатор Игорь Руденя, перед началом работы совета важно воспитывать у молодого поколения, будущих родителей отношение к семье как одной из основополагающих ценностей. Важно объединить усилия государства, русского православного церкви, общественных организаций, работающих с молодежью, в укреплении безусловного авторитета традиционной многодетной семьи. В школах Тверской области наряду с духовно-нравственным воспитанием, православным просвещением внимание уделяется патриотическому воспитанию. В учебных заведениях ежегодно открываются кадетские классы различной направленности. В школу вводится курс начальной военной подготовки. Проводится ежегодный учебный сбор. В 2023 году 20 воинских частей приняли более 8 тысяч старшеклассников. Продолжается поддержка по развитию военно-патриотических объединений. В 2023 году более 3 тысяч школьников стали их участниками. Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре представила федеральный опыт реализации проекта в сфере демографии, нацеленных на семейное воспитание детей и подростков по итогам социологических исследований. Среди них разговоры о важном для учащихся онлайн-марафоне для родителей, педагогов и другие инициативы, способствующие конструктивному диалогу с юным поколением. В моем понимании главное, что мы должны сейчас сделать, это все-таки методически подсказать и помочь родителям, в чем они могли бы стать чуть лучше. Не хватает определенных подходов, связанных и с правильным формированием речи, и как приучить ребенка к труду, и как помочь ему выстроить дружеские отношения со своими сверстниками. По мнению митрополита Амбросия, сегодня особую значимость приобретает тема ответственного отношения к миссии родителя еще до появления на свет малыша. В Тверской епархии также налажена работа по консультированию женщин, которые оказались перед выбором рожать или не сделать аборт. В городах нашей области работают профессиональные психологи православные, и также некоторые священнослужители, которые действительно реально способны беседовать с женщинами на эти сложные темы. Отдельное направление работы – поддержка женщин, которые готовятся стать мамами. В Твери открыли региональное представительство благотворительного фонда «Женщины за жизнь», которое обеспечивает сопровождение беременных женщин, помощь тем, кто нуждается в особом внимании. Ничего выше по ценности буряна, чем жизнь человека. Игорь Руденя отметил еще одно значимое направление работы с подрастающим поколением – вовлечение детей и молодежи в проекты поддержки бойцов, выполняющих воинский долг в ходе специальной военной операции. Сегодня воспитанники детских садов, школьники и студенты являются активными участниками акции «Письмо солдату», встреч с ветеранами и героями СВО. Вступают в ряды юноармейцев, кадетские классы и патриотические объединения. Развивают музеи боевой славы в своих учреждениях. Расширяет знания об истории страны через посещение музейных площадок.